Доброго дня! Прошу проверить связь, как слышимость. Те, кто сейчас слышит, ставьте, пожалуйста, плюс, если слышимость хорошая. Идет проверка связи техническая. Я начну. Сегодня в Киеве. Прошли первые организационные сборы силы охраны Украины. То есть мы создаем киевский полк. Начали с Киева, потому что мы здесь находимся рядом. Хочу ответить на вопросы, которые задавали люди там. Ну, первое, по текущей ситуации. Понятно, что победить войне за независимость мы сможем только, когда во главе державы, когда у руля будут находиться люди, которым болит Украина, а не свой бизнес. Болит именно Украина, а не необходимость как можно быстрее заработать миллиарды и вывести их за границу. И когда будут люди, которые строят Украину, а не Малороссию. Здесь есть три часа собачьих будок, выступления в детских садах по поводу Катара. Это все Малороссия. Основная проблема строителей Малороссии в том, что они думают, что они будут вечно нужны московскому царю. На самом деле, если вы посмотрите историю гетьманщины, еще в Прихменицком и все, что было в начале 20 века, мы видим, что московского царя, он же российского президента, разницы там никакой, интересуют вассальные гетьманы только временно. Они всегда до него перетвориваются в итоге в губернаторов, как бы они ни назывались. Так вот, основная задача, чтобы к власти пришли люди, которым нужна Украина. Понятно, что это накладывает на нас обязанность, прежде всего, тем, кто борется, пропоновать альтернативу, пропоновать людей, которые готовы взять на себя ответственность, создавать организационную структуру, которая способна эти изменения делать и проводить. Вот эта волна протестов, которая была, сейчас пошла на спад, мы вступаем уже во время оппозиционной войны, можно народ ругать, можно ругать себя, но у нас есть данность. Получен опыт борьбы и нужно продолжать бороться дальше. Мы сейчас, руковызывание, вид олигархи-тезрадников, реализуем два основных проекта, которые созданы на основе опыта полученного опыта. Первое, это Силы обороны Украины, и второе, это Комитет национального притумка. Комитет национального притумка, это и есть объединение людей и идей, которые могут взять на себя ответственность. А Силы обороны Украины, это как раз таки, поставь погромче, может там плохо слышно. Доброе. Техническая проблема. А Силы обороны Украины, это люди, которые объединяются вместе для защиты прав людей, свои прав и прав других украинцев. Ну, что нам показало 3 марта 2018 года? Она показала, что кроме внешнего врага, у нас есть враг внутренний, внешний враг посягает на права украинцев, на независимость Украины, а внутренний враг посягает на конституционные права людей, на жизнь, на... Вот, если там технические проблемы, присядьте, пожалуйста. Одну секундочку, мы сейчас наладим звук. Микрофон, пока, трезнем. Выбачьте. Одну хвилыночку. Доброе. Доброе. Выбачьте технические трудности. Там у многих людей разное восприятие звука. Большую часть нормально слышно, а некоторые части утверждают, что у них там со звуком проблемы. Может быть, закрывает оператор микрофон. Так вот, события 3 марта 2018 года показывают, что у нас внутри страны проблема с защитой конституционных прав. Прав на жизнь, прав на здоровье, прав на личное достоинство и единность, прав на воле и заявление. То есть, когда люди выходят с требованием антикоррупционной реформы, с требованием извинения власти, системы власти в стране, соблюдения этой властью закона, их ставят на колени, избивают, при этом по всем каналам рассказывают, что это бомжи, подкидывают гранаты, то у нас любые протесты обречены на неудачу, если люди не смогут себя защитить. Поэтому борьба продолжается, но нам нужно сделать выводы. И если у нас 100-150 человек, постоянно находившись на блокаде, год назад сделали фактически блокаду, около 100 человек, постоянно находившись в лагере, 4,5 месяца смогли оборонять лагерь, то нам нужно силы наши наращивать. Прежде всего для защиты прав людей. Но мы видели, что для того, чтобы разогнать 100 с лишним человек, собрали более 2000 беркутни, другим количеством они оперировать не могут. Кроме защиты прав людей, у нас еще есть понимание, что Путин рано или поздно пойдет серьезное наступление. Сегодня пришла информация о том, что в Белоруссии состоялись маневры учения белорусской и российской армии, в которой отрабатывался сценарий, что где-то проходит столкновение оппозиции и власти, в некой, как же они ее назвали, Дамасии, и власть обращается за помощью к миротворцам. Заходят путинские миротворцы и помогают. Но я посмотрел, кто у нас возле Белоруссии, кто граничит с Белоруссией, это Литва, это Латвия, это Польша, это Украина. Но я думаю, вы понимаете, что на роль Дамасии страны НАТО претендовать не могут. Поэтому остается только Украина. Мы понимаем, что в случае вторжения серьезного мы получим опять 2014 год. Потому что все эти до зубов вооруженные беркута, все эти голубаны разбегутся примерно так же, как это было в 2014, там останется только армия, в которой прекрасные солдаты, офицеры, но внедряется советская система управления со всеми своими минусами. Ну и очень большое количество людей, находящихся власти, они замараны в котлах, к ним испытывают колоссальное недоверие бойцы. И нам нужно самим думать, что будут делать патриоты, если это случится. Если будут усиливаться репрессии, карательные операции, если будет более серьезная война. Нам нужно объединять усилия и укрупняться. Здесь нам на вооружение опыт Финляндии, когда они создали Фрайкор 100 лет назад. Нам опыт Литвы, Эстонии, скейт-эселит их, тоже уже сейчас на вооружение надо брать. То есть давайте отвечаем на вопросы. То есть первое, мы создали... Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Теперь еще раз. У нас будет первое отделение географическое. То есть каждая область это полк. Полк это общепринятое для Украины историческое определение единицы. Дальше это сотни. Второе будет силы постоянного состава и силы добровольческие, то есть обороны, скажем так. Также там могут ходить люди разного возраста, мужчины, женщины. И мы понимаем, что человек, который имеет какие-то навыки свои особенные, но не способен например физическим занятиям, человек, который в боевом составе или в составе вспомогательном, это люди, которые... Я прошу прощения, мне нет возможности повторять. Давайте так. Я буду говорить погромче. Если у кого-то проблемы со звуком, ну давайте вы у себя там ставите наушники или подработаете настройки. Значит, прошу оператора тоже следить за тем, чтобы пальцем не зажимать никакие там выходы на микрофон. Вот. То есть, мужчины, женщины по образу и фрайкура и по образу кайты селит у нас есть место, есть возможность вступить в организацию. Разный возраст, разные типы занятости. Кто-то будет бойцом, кто-то будет заниматься логистикой, кто-то будет пирожки подносить, умомокажечек. То есть, давайте все вместе соединяем, объединяем, проверяем, насколько у нас совпадают цели, а дальше потом разберемся. Слава Богу, есть еще досвид четырехлетней давности. И прошлого года, и позапрошлого, и исторический досвид инших краин. Теперь, значит, что нужно для того, чтобы вступить? Ну, прежде всего, нужна рекомендация двух действительно членов сил обороны Украины. Но так как сейчас это все начинается, то нужно просто желание. Мы проверяем, соответственно, насколько это возможно, и человек непосредственно начинает быть членом сил обороны Украины. Какие основные плюсы? Ну, плюсы то, что работает принцип один за всех и все это за одного. Сейчас, когда человек не защищен практически законом, когда существует тетушня, существует нарушение прав людей со стороны полиции, нацгвардии, существует непонимание, когда еще будет ситуация в стране, находиться внутри коллектива, который будет друг за другом стоять и будет в том количестве, когда он может себя защитить, это большой плюс. Второе, это понятно, что патриотизм, мы все вместе сможем сделать для страны больше, чем каждый по отдельности. Третье, чувство локтя, чувство того, что вы занимаетесь нужным делом. В общем, я думаю, что все понимают, что если это будет не полезно, неинтересно, либо не жизнеспособно, то люди не будут просто приходить. То есть, для того, чтобы дальше мы говорили о спасении страны, для того, чтобы дальше мы говорили о, чтобы у страны было будущее, нужно научиться сначала себя защищать. Время, когда могли себя защищать 100-150 человек, оно исчерпано, теперь права людей должно оставить большее количество. И нам нужно думать стратегически о том времени, когда Путин, возможно, скажет, что он поможет другу Пете и начнет более активные действия. И как помощь армии нам нужно наше украинское оказывать. И, собственно, чем больше патриотов объедены и прошли подготовку, тем больше, скажем так, стволов будет из квартир палить по оккупантам. Теперь, по поводу всего остального. Значит, понятно, что занятия, программа подготовки будет либо индивидуальное, либо общее в зависимости от человека. Понятно, что мы будем стараться привязываться к субботе и воскресенье. Все расходы будут закрываться путем фандрайзинга. Я прошу людей, которые могут тут помочь и как райтеры писать тексты, и как люди, которые готовы помогать, привлекать средства от мелкого, среднего бизнеса, заниматься организацией подобных акций. Прошу выходить на помощь и писать отдельно, что у вас есть, например, опыт в этом вопросе. В силу постоянной готовности думы должны будут получать зарплату. Тут нам необходимо организовать специальный фонд, общественную организацию, потому что эти люди готовы очень быстро в случае массового нарушения прав людей, избиения митингов, нападения тетушек, нападения на членов организации, быстро отреагировать. Я думаю, что политика не должна быть внутри нашей организации, кроме некоторых вопросов, которые политикой не являются. Я это объяснял в 2014 году тем сотрудникам милиции, которые предали Украину и Донецкой области, сорвать наш флаг создание и повесить ДНР-овски это не политика. За Украину и Россию это не политика, это вещи базовые, это наш конституционный строй, это независимость. Так вот, политикой не является защита прав людей, стремление, чтобы все жили по закону, политикой не является защитой Украины и политикой не является будущей нашей страны. Что касается политических дискуссий, то партийных пропоров и партийных дискуссий внутри нашей организации силы обороны Украины не должно быть. Это, пожалуйста, за пределами. Подводим итог. Сегодня состоялось первое собрание организационного. Я лично удовлетворен и количеством людей, и теми, кто пришел. Второе, если люди сомневаются по возрасту, полу, подходят или нет, приходите. И практика наша жизненная, и образцы фрайкора, 5-7-8 показывают, что каждому человеку можно найти место, потому что очень важна мотивация, очень важны желания, и очень важна компетенция. А любая компетенция можно найти место. До следующего воскресенья заполняйте анкетку на странице руховызывания, и в 4 часа воскресенья у нас уже будет более серьезная встреча, уже принятие устава, общие собрания, выборы руководства по Киевской сотне, и ряд организационных вопросов. Еще раз, есть несколько вариантов развития событий в стране, и ваши на нее реакции. Первое, выезд за границу, но, поверьте, очень часто будут лучить и мысли, все ли ты сделал для страны, и тоска. Второе, это можно скурвиться, как некоторые представители, в том числе наших бывших боевых и устроиться работать на смотрщики у рабовладельцев и надзирать за, как они говорят, стадом. Третье, можно закрыть глаза руками и не вылазить в это, пока до вас это не дойдет. Практика показывает, что если начали бить, дойдут до вас, а 100 лет назад, если вы помните, все украинцы, которые не участвовали в обязанной независимость, рано или поздно либо пари жертвы репрессий, либо пари в голодоморе. Это очень печальный опыт, не хотелось бы, чтобы это повторялось. Ну и остальное, нам нужно учиться на своих ошибках. Да, мы не гени, да, многие советы мы не воспринимали, да, очень хорошо было бы, если бы мы 4 года назад пришли в парламент не с фронта, а с комсомольской школы, как Турчинов, либо были детьми, детьми секретаря областных комитетов партии, как Луценко, да, мы хорошо бы имели 20-летний опыт, понимание, деньги, как Порошенко. Мы пришли те, кто есть. И наша главная задача учиться на своих ошибках, учиться на чужом опыте, на исторических примерах, не пулиться, не складывать руки, становиться умнее, организованнее, а все, что у нас и так есть. Друзья, буду информировать, слава Украине, нажимайте. Продолжение следует...